Привет, друзья! Я снова на канале, все хорошо, я жив-здоров. Кстати, читаю ваши комментарии, самые разнообразные. Один из них был по поводу ремня, что нужно ровно располагать ремень. Поддерживаю полностью, исправился. Спасибо за совет. Сегодня поговорим о 3D-печати. Я года уже, наверное, два занимаюсь 3D-принтерами. У меня любительский уровень, ну такой продвинутый любительский уровень. И у меня принтеры уже отбились, я на них даже немного зарабатываю. Поэтому, наверное, имею право чуть-чуть поделиться своим мнением и рассказать о том, вообще стоит ли заморачиваться, стоит ли приобретать в бытовые условия 3D-принтер. За недорого, ну, из Китая. Речь о том, чтобы покупать какие-нибудь Пикассо или... Ну и прочие-прочие дорогие модели. Не идет, это речь о сотнях тысячах рублей. Сотнях тысяч рублей и... Ну, блин, я бы лично не купил. Очень дорого. Хотя немного на них зарабатываю. Но, тем не менее, все равно дорого. Так вот, стоит ли вообще покупать 3D-принтер домой? И какой стоит купить 3D-принтер домой? Кстати, между прочим, еду я сейчас въезжаю или въехал уже в Зябликово, кому интересно. Тут улица Мусы Джалиля. Метро Шипиловское получается. Буду вам показывать вид из окна. И с регистратора тоже, наверное, буду перебивочки делать, чтобы вам было повеселее меня смотреть. Ну, а если грустно, то дизлайк и отписка, как всегда. Не унывайте. Ну, так вот. 3D-принтеры. 3D-принтер дома. Если он более или менее неплохо работает, штука довольно полезная. Но, покупать его стоит, если у вас есть хоть какие-то задатки технаря. Если вы исключительно гуманитарий, если материалы, какой-то там самый минимальный сопромат, физика и прочее, это глубоко ненавистные науки для вас, то я думаю, что не стоит морочиться. Более того, сейчас в сети очень много такой, ну, скажем, неправильной, неправдивой информации про различные товары. И 3D-принтеры, в общем, здесь не исключение. У меня их уже на самом деле три. Два из них работают. Один работает вообще отлично. Один работает уже неплохо. А третий стоит на запчасти. Хотя он комплектный. В общем, если кому надо, пишите. Может быть, за недорого продам. Ладно. Начнем с самого простого. Зачем вообще в быту нужен 3D-принтер? Нестандартные какие-нибудь уголки, горшочки, подставочки, втулочки. Где-то, может быть, нужно что-то напечатать, какой-то кронштейн. Ну, например, для кухни, для машины, для мебели. И с того, что я могу сам вспомнить за последний год, что по бытовым каким-то назначениям я печатал. Отец спросил печатать какие-то втулки для рыбалки, то есть для удочки. Печатались очень просто, и все там зашло, все прям круто. Дальше. Что еще я печатал? Я печатал уголки из ПЛА, довольно красивые, для мебели. Может быть, сейчас фоточки буду вставлять. Дальше. Дальше я печатал втулки для горшков цветочных. Тоже получилось круто. Правда, наверное, пока вам не покажу, потому что не сезон еще. Потом как-нибудь покажу. Еще всякие вазочки для мелочевки. Куча-куча-куча всяких еще вещей, таких несложных. Блин, кажется, я не совсем туда повернул, увлекся. Дама будет мне подсказывать из телефона, Яндекс.Дама. Так вот. Что еще? Еще всякие кронштейны и прочие вещи, которые я напечатал. Ну, например, для колонок. Вот сейчас тоже фоточку покажу. У меня колонки теперь на столе над мониторами. И это довольно удобно. Ну, во-первых, эстетически мне больше нравится. А во-вторых... Ой, блин, опять стою. Зачем стою? Тут же можно развернуться ближе. Вот я балда. Ну, ладно. Задумался, задумался. Хочу поделиться, на самом деле, правильно, интересной информацией. А не ширпотребом. Как в большинстве своем. И, соответственно, немножечко отступаю от маршрута. Вот, держу я на Волгоградский проспект. ТО для машины. Ну, машине, как правильно. ТО машине буду делать. Надо, по-моему, диски передние поменять, тормозные. Ну, и там масло, фильтры и прочее. Возвращаемся к принтерам. Значит, колоночки я поднял. Напечатал, правда, сереньким пластиком. Мне очень понравилось, но... Извините, кашляю, но буду звук гасить на видео. Так вот, чтобы вам по ушам не било, попробую. Напечатал я эти подставки. Поделился с коллегами по YouTube-блогингу. И мне сказали, что эти трубки серые в отделе сантехники продаются. Ян, тебе привет. Замечание прям отличное было. Но ничего, я их все равно оставил. Мне нравятся. Красить я их не стал. Он серенький, не отвлекающий. Такой спокойный цвет. И в то же время на столе стало попросторнее. И, ну, и как бы звук не отражается от мониторов. Ну, вроде так, правильнее. Еще я печатал кучу-кучу всякой мелочевки для самих принтеров. Об этом тоже будет рассказ. Уже был рассказ на канале в плейлисте о 3D-печати. Ну, и, соответственно, в быту он нужен. Но нужно понимать, что маленькие какие-то вещи, ну, например, там, от плиты в ручку посеяли или сломали, можно напечатать новую из АБС. Ее не поведет там о температуре. Если у вас не огонь, плита, конечно, какая-нибудь, которая до 100 градусов нагревается. Ну, в общем, можно. Совершенно разнообразные ручки, подставки, шестеренки из нейлона можно печатать. Да много-много-много всего. У разных пластиков разные свойства. И они, в общем, доступны сейчас на рынке. Я в основном FD-пласт покупаю. Он подешевле и меня вполне устраивает. Так вот, движемся дальше. Для чего еще может быть? Ну, какие-то фишки там в машины, да миллион применений. Но объемные детали, то есть детали размером там 10 на 10, 15 на 15 сантиметров, что-то такое, и толстые, печатаются очень долго. Нужно знать массу нюансов про адгезию, про температурные режимы. Ну, короче, это не получится так, что вы купили принтер, там что-то поставили печататься, и прям вау, у вас клево, все с первого раза получилось. В основном то, что на YouTube показывают, там же маленькие детальки показывают. Какие-нибудь вазочки с небольшой вот этой вот прилегающей стороной и площадью прилегания, если правильно говорить. Ну, и, короче, показывают, то только часовые варианты. Поэтому, если вам нужно что-то сделать срочно, то нужно просто взять и обратиться куда-нибудь, где 3D-печатью занимаются профессионально. Это будет дешевле, чем купить принтер, купить пластик, разобраться. Разобраться с этим всем. Ну, короче, это правда намного проще. Так, сейчас я гляну, как мне дальше ехать. Тут у нас Бесединский мост, Бесединская развязка. Здесь всегда все стояло, причем стояло доглухо, по-моему, в любое время дня и ночи. Все ругают нашего мэра, все ругают там какую-то несменяемость власти и прочую фигню. Ну, вот я вот сейчас еду по Бесединскому этому мосту и прекрасно сейчас поверну на МКАД и поеду в сторону Волгоградки. И как бы, и все отлично. Так что идите вы все в жопу со своей несменяемостью. Ну, вот не обижайтесь, но, блин, может быть можно и лучше, но вот, блин, всегда можно хуже. Вот реально всегда может быть хуже, вот лучше может не быть. Ладно, назад к 3D принтерам. Вы уже поняли, что это такой вложик будет. То есть я не буду прям профильно, как-то таким менторским голосом, как меня критиковали, давлеть над вами. Так, побеседуем, я поделюсь какими-то моментами. Кому не нравится формат, пишите в комментариях. Ну, типа не нравится, сдулся, ну, еще что-нибудь такое. Пишите, пишите. В общем, мне интересно. Так вот, большие детали требуют довольно большого уровня, высокого уровня знаний про 3D печати. К сожалению, это так, от этого никуда не деться. Даже из пыла детали, они довольно противоречиво печатаются, если нужны, ну, большие, большие, объемные и такие целостные. Не вазочку какую-то напечатать в один слой, а в режиме вазы, да, ну, что-то такое массивное. Даже с пыла могут быть проблемы. Пыла может отрывать от стола, или может такой адгезив подберете. Адгезив это фигня, которая покрывается стол, чтобы пластик не отлипал от стекла, или там, от алюминия, на чем вы печатаете. Может получиться так, что вы подберете такой адгезив, если будете этим заморачиваться, что потом детали от стола хрен оторвешь. Она со стеклом может отходить. Там тоже куча всяких нюансов, и на канале я буду рассказывать. Не буду там всякие пенисы, скорее всего, печатать и прочее, ну, типа, хайповать. На самом деле, вот такие вот видео несложно записывать. Тут не нужен какой-то серьезный монтаж. Поэтому пока в таком формате. Так вот, вы сможете без проблем печатать только небольшие детали. Все, что большое и объемное, потребует какого-то незначительного, но уже уровня знаний. Если вы захотите печатать большие детали из пластиков АБС или нейлон, там все гораздо сложнее. Тут нужно хоть немножко понимать, как ведут себя материалы. Ну, элементарная физика, расширение, сужение, термическое. Да, термическое сужение звучит жестоко. Ну, ладно. У нас же не профессиональный влог о 3D-принтерах, как, скажем, у Сорокина, который мне в комментариях как-то писал о том, что да у Пруша А4, там рассинхронизация двигателей по Z, да вообще принтер говно. И, блин, ну... Короче, кто верит Сорокину, идите к Сорокину на канал и не выносите мне мозг, что нужно у него видео посмотреть. Не буду и не хочу, и как бы вообще неинтересно. Хотя человек вроде инженер, где-то там в авиации трудится. Блин, ну... Без комментариев. Ну, так дальше. Какой 3D-принтер выбрать, если вы все-таки решились, если... А, кстати, эти детали большие, еще долго очень печатаются. То есть приличного качества детали печатаются относительно медленно, и... Ну, и получается из-за объема долго. То есть... Ну, вот я фермы пробовал печатать. На ферму все, то есть арена, гнездо, там всякие перемычки и так далее, уходит где-то до 50. Извините. До 50, кстати, это не там... Не азиатская чума. Все нормально. У меня просто была аллергия, и это последствия. Они периодически проявляются. Так вот. Печаталось это где-то часов 50, если не больше. Соответственно, если у вас будет где-то какой-то косяк или электричество отключится, до 20 часов можно в помойку выбрасывать. Пластик у FD-Plast хороший, недорогой. Можно его прям так не считать. То есть если там лишние 100 рублей в помойку выкинул, ну, не так стрёмно, как если бы я печатал каким-нибудь там пластиком за 3000 рублей за катушку. Ну, да. Это немного сложно. Это долго. И самое главное, что это требует приложения рук, ну, и головы, соответственно. Не верить всяким инженерам из YouTube, а немножко дубить своей головой, потому что, блин, ну такую ересь несут. Ну, причем не обязательно инженеры. Есть же начинающие люди, которые на YouTube начинают про 3D-печать рассказывать. Блин, ну там такая чушь. Ну, вот реально чушь. Ну, можно матом, но я не буду пока. Короче, если вы не готовы включать башку, то не стоит соваться. Дальше. Какой 3D-принтер можно купить? Есть рынок БУ 3D-принтеров, и бытует мнение, что человек типа наигрался и выкладывает свой принтер на продажу. Да, этот рынок есть. Если вы в 3D-принтерах еще нифига не понимаете, купите вы там полнейшее говнище. То есть человек игрался-игрался, что-нибудь там пожег, погнул. Ну, блин, а что потом не продать-то это? И ценники, я смотрю, на Авито, на 3D-принтеры, ну какие-то комские, реально. То есть человек... Люди пытаются продать свои поделки дороже, чем новый такой же принтер. Да, новый принтер потребует доделок, но, блин, он будет... Он будет без ошибок дополнительных, то есть с китайскими ошибками, но без дополнительных. Поэтому первый принтер на Авито я бы точно не рекомендовал покупать. Нет, конечно, если вы с головой хотите погрузиться, то, почему бы, нет. Тема интересная, и там еще больше всего вы узнаете, но, блин, не стоит, на мой взгляд. Дальше. Дальше какой принтер выбрать? Берите... В первую очередь обращайте внимание на жесткость конструкции, потому что, ну, грубо говоря, сейчас есть три вида принтеров. Есть дрыга-столы, это у которых ездит стол туда-сюда. Мой как раз самый любимый, самый хороший принтер на данный момент как раз такой. Это, в общем, не страшно ни разу, но... Накладывает определенное ограничение на работу принтера и на материалы все-таки. Но бояться этого не стоит. Нужно брать конструкцию жесткую, то есть то, что там стол дрыгается, это не страшно. Нужно смотреть, чтобы он был на валах или на рельсах, и на толстых валах, или на, ну, каких-то более-менее приличных рельсов. Приличные я не имею в виду, что там будут настоящие хайвины или там еще какие-нибудь из профессиональной линейки рельсы. Нет, речи об этом не идет. Это вообще бешеных денег стоит. И там за 10 тысяч можно только одни рельсы купить, и то, может быть, не хватит. Соответственно, у нас есть выбор. Как правило, сейчас три вида принтеров. Это на роликах, на валах и на рельсах. Выбрать стоит либо на толстых валах, либо на рельсах. Все, кто сейчас хвалят принтеры на роликах, я не буду называть людей клоунами, но это люди, которые странные вещи хвалят. Ролики эти, они пластиковые, они относительно мягкие, и точности там, ну, практически никакой нет. То есть там точность в десятку, она, ну, прям, вряд ли. Ну, пример простой, чтобы вы понимали, как это все работает. Так, опять я, наверное, не туда повернул. Не в тот ряд въехал, но меня пустят. Не все дальнобойщики вредные. Он меня пустили. Скажем ему спасибо. Моргнем аварийчикой. Так вот. Постоял этот принтер. Ролики прижаты к алюминиевому профилю. Да, кто не согласен с алюминием, пойдет грузить чугунь. Да, вот, кстати, ютюберы, видите, не просто так всегда сказать. Я вчера, когда писал видео и говорил, что мы перешли, и теперь мы переходим к многопользовательским лицензиям и ключам защиты 1С. Вот это вот, мы переходим к многопользовательским. Я, наверное, с пятого раза произнес быстро и нормально. Так что, как бы, начинающие ютюберы, не надо этого стесняться. Делайте дубли, пишите хорошие тексты. Кто-то мне писал в комментариях, что, типа, дикция не та, там, еще что-то. Ну, типа, я сказал, запиши мне 10 роликов за 50 баксов вот такого качества, как у меня на канале были видео, и тогда обсудим, что, типа, мрот, и как живут регионы. Ну, в общем, не записал мне человек. Скал, что дикция у него не совсем та. Ну, и, типа, он, как я, рожей не вышел. Наверное. Но дикция нарабатывается. Рожа это к пластическому хирургу, а вот дикция нарабатывается, и вполне можно постараться. Так вот, ролики, они прижаты к алюминиевому профилю, и, соответственно, они, если долго в таком положении стоят, они же прижаты, они деформируются. И потом, когда вы на больших... 60. ...на больших поверхностях делаете тонкий слой, он начинает этот ролик немножко играть, и получается, что у вас где-то густо, а где-то пусто. И принтеры на роликах я могу рекомендовать только для тех, кто собирается печатать слоем, ну, грубо говоря, от 0.3, трех десяток. Если вы хотите печатать слоем 0.1 и слоем 0.2, то... на роликах принтеры не рассматривают. Есть металлические ролики, но тогда... ...все сложнее, когда металл по металлу, и все это, ну, как бы, не предназначалось для точных каких-то перемещений, все сложнее, и тогда у вас вполне возможно алюминиевый профиль станет расходником. Это тоже не круто. Так вот, ролики, все эти вахау и прочее творчество, все это в сад. Не стоит. Дальше валы. Валы, если они толстые, они довольно плотные, упругие, если вы их не погнете, то на валах точность будет неплохая. Втулки, кстати, для валов есть разной точностью. У меня на кубике есть на валах втулки просто латунные или бронзовые, хрен их разберет. Или есть втулки от этого, от ультимакера, ну, клон тоже, ну, короче, более точные и с графитовыми такими пляшками там. Все с ними хорошо, но если я ставлю на принтер вот эти вот точные-точные втулки, то при малейшем перекосе, прям вот незаметном перекосе, их начинают подклинивать, поэтому здесь тоже загоняться не стоит. Пластик, конечно, зло, но среднего качества втулки вполне пойдут. Дальше рельсы. Много жалоб на рельсы, что принтеры на рельсах полное говно, рельсы клинят, рельсы плохие. Если рельсы плохие, гнобите китайца, пусть вышлет вам новые. Для этого, в общем-то, возможность открыть споры на Алиэкспрессе присутствует. Еще, чтобы не клинило, чтобы не было никаких проблем, при покупке надо просто взять все это дело, разобрать и помыть, и смазать, соответственно, нормально, и все будет хорошо. У меня есть принтер на рельсах, у меня есть принтер на роликах и принтер на валах. Принтер на роликах, вот тот вот, который в разбор, в общем, говнище то еще. Ну, конечно, можно для энтузиастов, но для чего-то более-менее серьезного точно не подходит. Принтер на валах, там, Боуден экструдер, об этом я тоже расскажу, он, ну, пока я с ним не очень подружился, есть там нюансы. И есть вот этот Prush i4, который очень ругали в сети, и вот как раз Сорокин снял видео, куда же хуже. Да, блин, отличный принтер, просто нужна башка, руки, и он будет печатать. Вот у меня как раз он-то все и зарабатывает на эту тему. Я, кстати, вам его покажу, я очень много в нем все переделал, и у него потенциал прям офигительно большой. То есть я поставил там дополнительную рельсу, я переделал немножко охлаждение, я там датчики поменял и прочее. Короче, он... Он позволяет это все сделать, в отличие от вот этих вот говнопринтеров на роликах. То есть у Prush i4 запас прочности такой, что там можно сделать очень много всего полезного, а у остальных... И сделать это просто, не нужно быть там семи пядей во лбу, чтобы это сделать. Так вот, соответственно, ролики не берем. Если есть возможность взять принтер на рельсах, берем принтер на рельсах. Рельсы жестче, рельсы четче, и рельсы можно, если прям нужно будет загоняться по качеству, можно будет купить хорошие рельсы, фирменные. Их в России продают, их можно нарезать, и можно будет прям конфетка сделать, а не принтер. Дальше. Дальше смотрим саму конструкцию. Сама конструкция. Прокатимся дальше. Я рано приехал. Мне нужно вот туда, в сервис. Ну, прокатимся немножко по району. Я еще поболтаю. Тетушку выключу, чтобы она нам не мешала. По дороге туда-обратно проеду и отдам машину в сервис. Ну, а на обратном пути продолжим. Так вот, нужно брать максимально жесткую конструкцию. Вот это вот вся, простите меня, зрители, херотень, которую делают из, блин, ну как вот это вот, из акрила, из оргстекла, и как бы минимум, минимум каких-то металлических элементов, да еще и умудряются на 3D принтере запчасти печатать. Блин, у них жесткость очень низкая. Более того, они, будете печатать АБСом, будет горячий стол, будет горячий кругом воздух, детали могут немножко поплыть в размере. Если они из АБСа, если они из пыла, они просто поплывут и станут говнищим, а не деталями. Поэтому смотрим, чтобы максимум было металла в принтере, чтобы винты подачи, сейчас фоточку вставлю, что это такое. Может быть, они не так называются, но как бы я не это, ни механик, ни разум. Но, короче, чтобы вот эти винты, они были винтами, а не шпильками из строительного магазина. То есть, тогда они походят. Вот у меня на ПРУШ Ай-4, сколько, уже год-два, наверное, все это ходит нормально, нет с этим никаких проблем. А шпильки, это, ну, они не предназначены для того, чтобы гайки по ним елозили постоянно. Шпильки они закрутил и пусть держат. Дальше. Дальше я бы рекомендовал брать что-то, у чего очень много продаж. Пусть оно будет похуже качеством, но по ним будет очень много наработанной информации в интернете. Тот же, те же Анеты, те же, да пусть они, хрен с ним, Вахау и прочее. Их много пиарят блогеры и по ним много информации. А много информации, значит, среди говна можно найти конфетку. Так что, имеет смысл морочиться и брать что-то известное. И самое главное, чтобы максимум металла было в корпусе. Вот у Прушева это Ай-4, у нее основа металлическая, у нее рама металлическая, акриловые элементы тоже там по бокам присутствуют, там крышечки акриловые. Но сама вся конструкция, она металлическая, она алюминиевая и это прям круто. Это сильно расширяет возможности доработки. И экструдер там, кстати, не говно. Он может быть не, как он там, MX-8 или как он там называется, он не оригинальный, да блин, они во всех принтерах экструдеры говно. Но он минимальными доработками, то есть там проставочку надо поставить, трубку вставить и все, и он превращается в нормальный экструдер. Вот экструдер, это, наверное, уже одно из немногих, что можно поменять, я не менял и не собираюсь менять на этом принтере. Вот там реально неплохой, просто нужно немножечко над ним потрудиться и все. Дальше. Дальше у нас есть два типа экструдеров. Это, а, кстати, про директы или как они там называются, короче, ой, не директы, директы, экструдер. Эти самые дельты, во, точно, принтеры, дельты. Дельта вообще замороченная тема, своеобразная, и для новичка, по-моему, вообще она ни к чему, ни разу. Я бы не стал дельту брать как первый принтер. Есть профессиональные, дорогущие, с поддержкой, но, блин, там не 10, не 20, не 30 тысяч бюджет, там уже в сотнях тысячах бюджет, ну, как бы, для начинающего, наверное, дорого, и, а говно брать смысла нету, потому что там, ну, там все будет елозить, болтаться и так далее. Так вот, дельта отметаем, и дальше у нас есть принтеры на роликах, это говно, принтеры на валах, нормально, принтеры на рельсах, вообще огонь. Дальше, у нас есть по конструкции, есть дрыгостол, вот этот вот, как Prusa i3, и вот этот i4, дальше есть кубики, и, ну, и вот дельта эти, короче, кубики, если они металлические, если они не закрытые, то это неплохо. В закрытом кубике хорошо печатать тем же АБСом, там плавнее падает температура, ну, как бы, меньше проблем. Но доводить его до ума, настраивать в закрытом кубике, вот как у меня, сейчас тоже фоточку вставлю, это, блин, целый геморроющий, туда ни к винтикам не подлезть, ни к ремням не подлезть, ну, короче, геморно это. Удобно, что камера закрыта, что вонище вся эта от пластиков по квартире не распространяется, ну, прям огонь. Но, но с другой стороны, проблема в том, что они дороже, и реально запаришься доводить их до ума, ну, вот реально запаришься. Поэтому берите, наверное, поначалу плотные такие, металлические, но открытые, с открытыми стенками кубики, в крайнем случае, зашить эти стенки всегда можно. Взять тот же, там, я не знаю, текстолит, или там, какие-то композитные материалы, и это вполне реально. Так, и время подходит, я как раз уже ко времени подъезжаю. На этой части сейчас я договорю и закончу. Вот тут вояки что-то делают. Так вот, брать принтер нужно максимально жесткий, кубики нормально, драгостолы металлические, тоже нормально. Ну, кубики все-таки функциональнее, но сложнее в настройке и в доводке. Увы, но это вот действительно так. Дальше. Дальше у нас есть два типа экструдеров. У нас есть Директы и есть Боудены. Директы это такие экструдеры, которые сейчас развернусь и поеду в сервис, как раз про экструдеры вам дорасскажу. То есть, экструдер это не та фигня, которая греется. Экструдер это то, что давит пластик. То есть, штука, которая штука, которая там с редуктором или с мотором, ну и с мотором и с редуктором, и которая подает пластик. Они есть Боуден, то есть, до хот-энда это как раз та фигня, которая плавит пластик. Там есть довольно длинная трубка. Она бывает такая, бывает такая, все зависит от принтера. Это позволяет быстрее шевелить этим хот-эндом самой башкой, но в то же время это я не знаю, как будто девушек на канале почти нет. Представьте, что у вас шланг там полтора метра и вы пытаетесь его, так сказать, у основания тела держать и писать в писсуар. Промажете. Ну так тут та же тема. То есть, директ это прям все рядом. Кот-энд, экструдер и все очень рядом, все очень быстро работает. А что касается Боудена, то тоже для начинающих это немножко проблематично. И более того, пластичными, да, звучит круто, пластичными пластиками на Боудене печатать гораздо сложнее. Это не неудобно. Так, все, приехал сервис, на обратном пути расскажу все остальное. Ну что ж, друзья, пересидел я московский ураган в автосервисе. Кто-то мне писал тут по поводу 50 долларов за две недели. Я в видео рассказывал, что как бы такие заработки мне не очень интересны. И вот отдал я сегодня 26 тысяч за обслуживание машины своей. Машина не люксовая, совсем Ford Focus. Это ТО, прокачка тормозов, что-то там еще делали по мелочевке и сальник, шруса, по-моему, меняли, лопнул сальник и машину помыл. Короче, 26 тысяч рублей. И, кстати, сервис оказался идейным. Чаевых 1000 рублей не взяли. Ну, не взяли и не взяли. Короче, мне больше, наверное, пригодится тогда. Возвращаемся к теме 3D-печати и 3D-принтеров. И, кстати, кому не нравится, что я не совсем по теме болтаю, ну, в общем, что, сочувствую. Кстати, на фоне, может быть, наверное, будет видно какие-нибудь разрушения или даже камеру немножко подвину, чтобы побольше было видно Москвы. Может быть, какие-нибудь разрушения или еще что-нибудь по поводу шумихи в СМИ. Даже по телевизору было предупреждение относительно ураганного ветра. Я первый раз такое предупреждение по телевизору вообще видел. Прямо синий экран, там звездочка какая-то и предупреждение. Это я вот в автосервисе сидел. Ну, 3D-печать. Остановились мы, насколько я помню, на экструдерах и, соответственно, я рекомендую для первого принтера исключительно Директ, потому что Боуден сложнее немножко в понимании, он более инертный, не будет он нормально и легко печатать пластичными пластиками, то есть какой-нибудь блин, забыл, как называются, старый стал, сейчас у FD-пласта там ТПУ или как-то он так называется, пластик, я как раз хочу попробовать, короче, с ним могут быть заморочки, поэтому лучший Директ и экструдер, ну, в общем, там не печаль, вот у Пруша i4 там копия МХ-8 что ли, экструдер, такая упрощенная, жрать хочу, блин, три часа из жизни, даже больше, три с половиной часа из жизни, плюс дорога, четыре с половиной, да, где-то почти пять часов из жизни, ну, вот, блин, пробки, пробки, и, и там передо мной встали, аж в четыре ряда поворачивать, прям, печалька, я передними колесами даже на пешеходный переход в это вылез, Москва, пробки, вечер, пятница, так вот, берите директ, не обязательно какой-нибудь мега замороченный, не обязательно брать там Титан, Аэро какой-нибудь, или там, БМГ, или как они там называются, в общем, совершенно не обязательно покупать прям какой-нибудь клевый, дорогущий экструдер, сейчас, а, еще диски тормозные менял, и передние, передние диски, и колодки, берите попроще, не морочитесь, то есть, в данном случае нет необходимости никакой переплачивать за мега-мега какую-то технику, сейчас заодно тормоза проверим, было биение руля при торможении, да, биение прошло, особо разгоняться нельзя, кругом камеры, по Москве стал ездить дорого, машину я только помыл, дальше, что еще могу посоветовать по поводу печати, во-первых, не загоняться с размерами, потому что, о, меня на разворот, что-то ведет, прикольно, не загоняйтесь с размерами, то есть, конечно, там рабочее пространство, там, 10 или 12 сантиметров, это слишком мало, это не, вообще, не интересно, если только это ультрафиолетовый принтер, а FDM, вот эти вот, которые с прутком, ну, если там будет заявлено 20, то для бытовых, для бытовых каких-то вещей, вообще, за глаза, нет с этим проблем никаких, что у вас будет 20, а дальше там, ну, не бывает же их там 40, 50, в доступном основном диапазоне, да и более того, если вы будете 50 на 50 что-то печатать, то вы будете, наверное, неделю или две печатать, и какой-нибудь сбой, там, надолго электричество отключат, или засорится что-нибудь, или, ну, мало ли какой-то сбой механический, или пруток там будет не совсем правильно калиброванный, пойдет не так, и вы можете там 2-3 дня печати потерять, поэтому все равно придется бить на части, и область печати 20 с копейками, она, в принципе, за глаза, но нужно знать, что вы же будете прижимать там стекло, или там текстолит, или еще что-то обычно, там специальными прищепками, и прищепки эти бывают разные, они тоже от края, вот эту вот область печати отрезают, соответственно, нужно брать с небольшим запасом, если бы вот у пружчего этой, у шмелика у моего был бы чуть побольше, наверное, мне было бы удобнее, но, в общем, не критично, дальше, что еще важно, если вы возьмете на какой-то нестандартной плате, там есть материнская плата, основной контроллер, они, как правило, строятся на Ардуино, на этой, на продвинутой Ардуино Мега, и, соответственно, если возьмете что-то экзотическое, то у вас будут проблемы с обновлением прошивки, то есть вы вряд ли сможете нормально, легко обновить прошивку, странный какой-то маршрут, мне навигатор построил, ну, ладно, блин, мим Кузьминок, поедем мим Кузьминок, соответственно, берите МКС Бэйс, там можно с какой-нибудь буковкой, там они есть, есть еще какие-то, меня пустили на ландкрузере, сейчас мы моргнем аварийкой, скажем большое спасибо, в последнее время вообще водители дорогих машин стали вести себя гораздо лучше, так что очень интересно, обязательно скажем большое спасибо, и едем дальше, поэтому берите на какой-нибудь вот распространенной материнке, и более того, если есть возможность брать там вот Gen L, ну или Gen L, со сменными драйверами, то это лучше, потому что как только вы купите принтер, вас начнет долбить вот это вот, это действительно раздражает, и печать она долгая, иногда бывает, вы ставите принтер, печатает целый день, или даже там два дня, какие-то крупные детали, и, ну это короче, действительно раздражает, слова паразиты тут пошли, надо бороться со словами паразитами, будем бороться вместе, дальше вам скорее всего захочется эти драйверы, которые гудят, жужжат, поменять, на более тихие, на TMC, по-моему, или TMC, они там называются, соответственно, меняете, только в том, сможете поменять, только в том случае, если у вас, вот это вот материнская плата принтера, с кроватками, и, соответственно, со съемными драйверами, если вы берете там, самые дешевые, самые простые, вариантов нету, ну, придется потом материнку менять, я поменял в этой, в пруши, и, в общем, нет, ни разу не пожалел, единственное, что при смене драйвера, пришлось еще и прошивку откорректировать, совсем чуть-чуть, ну, шаги, само собой, я подгоняю, после каких-то там изменений, а там пришлось направление изменить, но об этом я тоже в отдельном видео расскажу, после смены колодок и дисков, стремно тормозить, очень, очень, очень плавно машина замедляется, сейчас, был нервный момент, ну, не то, что я там в кого-то въехал, или почти въехал, но все равно, дальше, что еще важно, в принтере, что еще важно, важно, чтобы по возможности была доступна база запчастей, то есть, если производитель, у которого вы, магазин, у которого вы покупаете принтер запчастями, приторговывает, особенно, не, вот, не общими какими-то там, хот-энд, там, датчики и прочее, а вот специфическими, ну, например, опорными какими-то, элементами шасси, то это круто, потому что, если у вас какой-то нестандартный принтер, если вам нужно будет, ну, не знаю, там, погнете вы что-нибудь, или там, попытаетесь сделать апгрейд, а что-нибудь испортите, и в итоге вам придется менять какую-то запчасть, то если заказать ее невозможно, то, ну, короче, это попадало, потому что, вполне возможно, вы захотите это заказать где-то там, чтобы вам выточили, или отрезали, это, как правило, ну, в общем, геморрой, долго, дорого, и не каждому это вообще интересно, заниматься этой молочевкой, вам помогать. Дальше, что еще про 3D принтеры хотел рассказать, не нужно смотреть именно на текущие его возможности, прям вот, вам говорят, что там стоит датчик автоуровня, как правило, ставят совсем говнодатчики, и я много предложений раньше видел, там ставили пьезодатчик, это вообще фигня, то есть его нужно сначала приклеить, принтеру дать команду, чтобы он отсканировал поверхность, потом его нужно снять, короче, это все фигня, самые рабочие, это либо индукционные, но у них есть ограничения по глубине, то есть по дальности срабатывания, и заявленная дальность, она скорее для, для станочного какого-то производства, потому что они очень хорошо на, на черняшку реагируют, ну, то есть на стальные листы, на толстые причем стальные листы, а дальше, если вы лист утоньшаете, а в основном столы вообще не стальные, а алюминиевые, то высота срабатывания этого датчика падает, и она падает значительно, может получиться так, что вы даже стекло подложить не сможете, поэтому самое логичное, это вот этот вот BL-Touch, или его клонное под названием 3D-Touch, нормальные на самом деле датчики, просто нужно уметь их раскуривать, и, собственно говоря, об этом я тоже расскажу, ну, а чтобы это все веселее рассказывалось, ребят, ну, как бы ссылки будут под видео, на запчасти на Алиэкспресс, покупайте что-нибудь по ссылкам, ну, как бы донаты никто не кидает, рекламы на этих видосах особо не пустишь, хотя посмотрим, может быть получится, но хоть с этих, со ссылок на запчасти, на эксперименты, на какие-то мне накапают, и это я не прибедняюсь, просто, как бы любой эксперимент, он все-таки требует затрат, и временных, и по железкам, то есть я там и кучу плат, и драйверов перепробовал, но вот, настроился, буду потихонечку вам об этом рассказывать, без какого-то сложного монтажа, без каких-то таких, прям, мега-видео, но по делу, и кому интересно, тот посмотрит. Дальше, что еще хотел сказать, по поводу экзотики всякой, у меня принтеры от Санхэкей, мне там давали скидку, я поэтому у них покупал, в общем-то ни разу не жалею, но есть там свои тараканы, и в общем-то эти тараканы совсем не маленькие, на некоторых принтерах, и могу сказать, вот поделиться уже опытом, выбор между кубиком, драгостолом, и, ну, Дельта я вообще не рассматриваю, они сложнее, мне кажется, кинематика сложнее, а кубики это и, как проши, которые работают, по принципу драгостола, то есть у них на каждое направление свой двигатель, и H-Bot, и Z-Bot, там какие-то, у которых два двигателя на управление экструдером, ну, головкой печатающей, поэтому, ну, как бы кинематики мне сложно сравнивать, я так считаю, что чем проще, блин, а так меня хорошо видно, а так только рот, будут как мартовский кот, зато безопасней, значит, кубики, они более жесткие, как правило, они дороже при покупке, и самое интересное, что, вроде бы, одни плюсы должны быть, ну, типа, более продвинутая техника и все такое, ну, прям, огонь, а оказалось, что с кубиками, у меня закрытый кубик, очень много возни при каких-то доводках, изменениях, прям, прям очень много, потому что подлезть сложно, померить, там, посмотреть что-то сложно, и поэтому, кубик, конечно, клево, но нужно брать жесткий и открытый кубик, на мой взгляд, если надо будет потом, типа, термокамера сделать, то можно будет зашить, ну, вот и получается, то есть нужно брать недорогой, желательно, чтобы он был более или менее продаваемый, а можно на ютюбе поискать видео про этот принтер, если кто-нибудь снимает, кто-нибудь что-нибудь по нему, там по делу рассказывает, не просто типа, гляньте, какая клевая штуковина, она напечатала мне там кубик, а реально про эксплуатацию, про доработки, то можно посмотреть и брать, значит, его кто-то уже запустил, и все не так плохо. Дальше. По деньгам. Вообще, реально ли отбить 3D принтер, и что еще понадобится к 3D принтеру? Все прозаично, чтобы хоть что-то на нем начать делать, нужен будет, ну, не будет же печатать только готовые модели, вообще не вижу смысла для этого 3D принтера покупать, но так побаловаться. Нужен будет какой-то 3D редактор для твердотельного моделирования, я пользуюсь для некоммерческих всяких вещей компасом, и, наверное, про компас тоже что-то буду рассказывать. Настроился, не буду прям сложные какие-то вещи делать, но так, какие-то простые штуки. В общем, компас рулит, он стоит что-то там тысяч полторы, что ли, ну, что-то в этом духе, и потом продление раз в год, там тоже, ну, что-то в районе тысячи рублей, в общем, недорого, и пакет очень функциональный, но он не для коммерческого использования. Для коммерческого использования можно купить этот пакет для постоянного использования, я общался с ними, они вообще, ребята, молодцы, очень общительные, все подсказывают, рассказывают, и можно купить у них, арендовать как бы лицензию на, там, квартал, по-моему, на год и так далее. То есть, если вам нужно коммерческий проект легально сделать, то можно относительно недорогую коммерческую версию взять. Но я пользуюсь, блин, ни знаков, ничего не видно. Я пользуюсь Fusion, там более такая лояльная к нищебродам политика, и, ну, например, в, блин, в Solidworks, там вообще нету ничего дешевого. То есть, там сразу нормальные пакеты, либо пакет для обучения. Ну, и, соответственно, как бы, хочешь пользоваться, плати бабки. Компас, он где-то середку занимает, а Fusion, он получается попроще. То есть, ну, мне он не так удобен. Он, может быть, вот, компас, он такой, более, повернительно лево, поколхознее, что ли, но он более функциональный. поколхознее не в принципе же он плохо сделан. Не, наоборот, ребята в Коломне молодцы, у них продукт отличный получился. Вот, кстати, народ воняет по поводу у нас ничего своего нету, у нас ничего своего нету. Вот компас, есть компас 3D, отличный пакет. 1S у нас выпускает бизнес-приложение, тоже наше, и тоже отличное бизнес-приложение. Так что, блин, хватит на диване козявки в потолок закидывать, и надо взяться и что-то делать самому, и тогда у нас будет что-то свое, а не просто сидеть и твердить про несменяемость власти. Вон, бог на небе, давно уже, и не надо его менять, что-то как-то ни к чему, поэтому, блин, все это глупости, есть у нас продукты хорошие, программные, да и просто продукты. Возвращаемся к 3D-принтеру. Соответственно, вам нужен будет вот этот вот какой-то редактор 3D-моделирования, твердотельного моделирования, они есть, ориентированные на такую художественную тему, типа, блендера. Я, может быть, не прав, в комментариях поправляйте, но в блендере мне вот вообще ничего интуитивно непонятно, потому что я там не рисую, там никакие, никаких феи с торчащими сосками не делаю, а мне твердотельное, как технарю, простое твердотельное моделирование гораздо удобнее. Соответственно, вам понадобится компас или вот этот Fusion, Fusion вообще бесплатный, для тех, кто зарабатывает меньше 10 тысяч долларов или евро в год, так что можно пользоваться. Он попроще, такой попримитивней, но это лучше, чем украсить SolidWorks и говорить, что а, у меня на работе SolidWorks мне вот дали. Ну, вот так. Нужно будет научиться этим пользоваться и, соответственно, вам еще понадобится материалы. Нужно закладываться на то, что пластика вам потребуется много. Самый простой в печати, на мой взгляд, PLA. Дальше не вонючий дома, чтобы можно было печатать, это PETG. Он такой сопливый, но он не так быстро размягчается при нагревании, как PLA. Соответственно, можно его попробовать и, ну, и ABS, куда без него. Если что-то делаете в машину, на кухню, на улицу, то тут без ABS никуда, потому что солнышко припекло, подогрелось и PLA будет пластично. Нейлон дорогой, TPU и всякие вот эти вот резиновые материалы еще пока не пробовал, обязательно попробую. Ну, вот, в общем-то, и все на путь. И еще момент. Не нужно как правильно сказать-то. В общем, не нужно верить в то, что вам, китайцы, пришлют принтер, который прям под ключ все работает. То есть, всегда при любой настройке, при любых тестах держите руку, не, не на пульсе, как на том канале я говорю, держите руку на питании. То есть, как пошло что-то не так, может прийти принтер, у которого не в ту сторону двигатели крутят, там, концевики неправильно подключить, и чтобы сразу не загубить тему, чтобы не погнуть те же валы, не... Ну, про ролики я не говорю. Принтеры на роликах это говно непонятное вообще, кому нужно. И кто бы что ни говорил, ну, можете любые тесты снимать, но не используются в станочном производстве фторопластовые или, хуже того, виниловые ролики. Ну, блин, это все фигня. И все, кто вам нахваливают из интернета эти принтеры на роликах, это народ, которым нужно просто ссылки продвигать и что-то хвалить. Ну, это мое оценочное суждение, я никому не навязываю, но, в общем, просто подумайте, что станки, какие-либо станки на вот этих вот роликах не выпускаются. Это же вообще пришло все из мебели, насколько я знаю. Получается, что все эти там ролики, направляющие, они, по-моему, вообще от мебели пришли. А то, что это станочные профили и прочее, ну, какие-нибудь дверки можно навесить, можно какой-нибудь, не знаю, лоток там на этих роликах поставить, но подачу работающего вот какого-то узла, то есть фрезы или там сверла или в данном случае хот-энда экструдера, блин, никто не делает на пластиковых колесах. Глупо это. Точности не будет никакой. Короче, берите либо на валах, а лучше на рельсах, чтобы рельсы, если вдруг рельсы закусывают, нужно посмотреть, чтобы все было ровно. и еще дилемма тут у народа была, часто китайцы делают ось Z на двух движках. Это не страшно, то есть тут дилемма такие, что там рассинхронизация в работе, что да, они друг дружке мешают, да будут заклинивать, блин, но как они будут заклинивать, если они шаговые движки, и они крутят совершенно одинаково. Настройте ток, правильно, чтобы он был одинаковый, все будет отлично работать. Рассинхрон там возможен какой? Вопринтер выключили, напряжение с двигателя снялось, и их можно вращать руками, соответственно, они могут встать немножко в перекос, но я вот сужу по шмелеку, он рельсовый, ничего там в перекос не встает серьезно, то есть это довольно легко равняется, при включении, если у вас датчика автоуровня нету, вы все равно будете стол ровнять, и, соответственно, по столу равняются эти оси. А в Марлине 2.0, это, по-моему, раньше появилось, но в 2.0 уже есть функция выравнивания этих двух движков, запускаете, и он датчиком там меряет, либо по концевикам, и он эти движки синхронизирует сам, а дальше, когда это запускается в работу, никакого рассинхрона там не будет, если у вас есть пропуски шагов, если у вас есть, я не знаю, провисшие какие-нибудь ремни, разные валы и так далее, но, блин, схема с двумя двигателями здесь вообще ни разу не виновата, это вообще здесь ни при чем. Поэтому можно брать, это не страшно, это не проблема, дальше, если в базовой комплектации нет вот этого 3D-тача, ее вполне, эту функцию можно допилить самому, придумать, куда поставить этот датчик, я же придумал, в прошивке поменять там несколько строк, перепрошить принтер и все, и пользуйтесь, и печатайте все, что хотите. Блин, жалко здесь этого хронометража нету, сколько я уже наговорил, наверное, минут 40 уже наговорил, если не больше. Ну, кому не интересно, в общем, никого же не держу на канале. Политика такая нынче, да, не буду говорить, подписывайтесь, смотрите все видео, да не хотите и не надо. Кому интересно, всех рад видеть, очень рад вашему вниманию, а те, кто там с дивана рассуждает как надо и ничего сам не делает, еще гадости пишет. Ребята, вообще плевать на ваше мнение. Ну, вот, в общем-то, и все. Не нужно покупать дорогой сразу, не нужно покупать БУ, лучше отдать предпочтение рельсам, ну, и, собственно говоря, делать все аккуратно. И буду рассказывать об этом, о доработках и о прочем-опрочем. Так что, как бы, можете не подписываться на канал, можете не ставить лайки и даже можете не писать комментарии. Таким образом, вы покажете, что, как бы, нафиг не надо и я могу тогда это снимать в стол и, ну, и все. И, как бы, и хорошо. Ну, вот так вот. Так что, кому интересно, следите за новостями, попробую про 3D-принтеры поснимать и рассказать про ProShop, потому что вопросы в ВК периодически приходят, как то сделать, как все сделать. Ну, и покажу, он теперь совсем по-другому выглядит. Так что, всем хороших выходных, я видео, надеюсь, сегодня это выложу, сегодня пятница и ураган прошел, что-то никаких последствий я пока не вижу. Хотя, кого-то убило в машине сегодня в этот ураган. Всем пока, берегите себя и до новых встреч.